Всем огромный привет! Меня зовут Кристина и вы на канале Везде Хорошо. И сегодня я подниму очень интересную тему. Работа для русских в Таиланде. Граждане, алкоголики, тунеядцы, хулиганы. Кто хочет поработать? Очень многие писали в комментариях и спрашивали, где же я работаю, как я нашла работу, если работы в Таиланде в принципе нет. Работа в Таиланде есть, если очень хорошо поискать. Вот это поворот! Ну а если вам интересно, кем же я работала, потому что я уже не работаю в той компании, сколько я зарабатывала и какие были мои обязанности, и почему я больше не работаю в этой компании, то обязательно ставьте лайк. На дворе 2017 год, и мне стало интересно, какие же вакансии все-таки существуют в высокий сезон в Таиланде, именно в городе Паттай. Но еще немножко мы зацепили Вьетнам и остров Пхукет. Я считаю, что эта тема актуальна на сегодняшний день, и так полагаю, что многие из вас бы хотели хотя бы на небольшой отрывок своей жизни переехать в эту чудесную теплую страну. В этом выпуске мы рассмотрим два отдела – легальная работа и нелегальная работа. Начнем с хорошего. Все-таки какие же существуют профессии, в которых вы можете найти работу с вордпермитом и с хорошей зарплатой. Первая сфера, которая будет актуальна всегда – это сфера недвижимости. На сегодняшний день существует ряд вакансий, в основном это менеджеры по продажам и по аренде квартир. Вы должны знать английский язык, желательно знать китайский язык. Вообще в Таиланде, если вы знаете китайский язык, то вам открыты дороги во многие просто сферы. Вы должны иметь опыт в сфере недвижимости, и вам должно быть от 25 лет. Почему-то практически у всех компаний этот критерий существует. Если это вы, то вы смело можете переезжать в Таиланд и находите работу в этой сфере. И плита здесь электрическая. Я не люблю электрические, силу нагрева трудно регулировать. Тебя спрашивали? Тебя спрашивали? Не зли меня. Кстати, все ссылочки по поиску работы я оставлю в описании к этому видео. Можете посмотреть, поискать работу для себя. Сфера туризма также является основной сферой заработка в Таиланде. Она может быть легальной, нелегальной, смотря кем вы хотите работать. Вы будете работать в какой-нибудь турфирме по продаже туров, будете сидеть в офисе. И эту вакансию не так уж и легко найти, потому что желающих очень много, так как люди, живущие в Паттайе, они напрямую или косвенно в любом случае связаны с туристической деятельностью. Поэтому людей с опытом здесь довольно-таки много. Я нашла одну вакансию, и она до сих пор, кстати, свободна. Это менеджер по бронированию отелей. Нужно вести переписку с туристами, человек 50 ежедневно. И плюс вы работаете каждый день, кроме воскресенья, с 10 до 8 вечера. И имеете зарплату от 25 до 45 тысяч, в зависимости от опыта работы. Также работу с официальным трудоустройством можно найти в компаниях по аренде мототехники. Есть две компании, которые я знаю, в которых точно трудоустраивают официально, делают на вас ворк-пермит, и зарплаты колеблются в районе 30 тысяч бат. Ну, это самые три основные официальные работы в Паттайе на сегодняшний день, которые реально найти высокий сезон. Если говорить о нелегальной работе, то здесь спектр просто огромный. Вы можете работать от гидов до видеооператоров, что только пожелает душа, но вы должны быть предельно осторожны. Так, например, существовало в низкий сезон очень большой набор видеооператоров и фотографов. На высокий сезон, когда проходят морские экскурсии, когда проходят какие-то выезды просто по экскурсиям, то есть люди делают себе видео на память, и, естественно, вы можете им в этом помочь. Но, опять же, будьте очень аккуратны, потому что работа фотографом и видеооператором в Таиланде запрещена. Сложно представить, какими могут быть последствия этого. Как бы вы ни объясняли полиции, что вы снимаете друзей, что это некоммерческая съемка, доказать это будет крайне сложно, и в любом случае вас заберут в полицейский участок до выяснения причин. Обычно компании, которые набирают нелегальных сотрудников, выкупают их и платят за них штрафы, но такое случается не всегда, поэтому лучше заранее уточнить у компании. В основном фотографы и видеооператоры имеют процент от заказов, то есть нет определенной ставки, вы не придете там и не скажете, я хочу снимать или фотографировать, или снимать видео, платите мне 20 тысяч в месяц. Нет. Все будет зависеть только от вас. Вы идете как наемные рабочие, и все зависит только от вашей работы. Также следующая, чаще нелегальная работа, это работа гидами. Вы будете ходить по экскурсиям, рассказывать людям каждый день одну и ту же информацию, получать при этом 15-12-15 тысяч, в зависимости от компании. Как для меня, это очень неблагодарная работа, хотя бы потому, что я очень частенько видела, как приезжают русские на экскурсии, и ничего хорошего из этого не выходит. Всегда найдутся те люди, которые не слушают, просто начинают вытворять такие вещи, что ты сидишь и думаешь, ребят, ну мы приехали, вы приехали в другую страну, имейте уважение к законам, несуйте руки крокодилам, ну это и ребенок может понять, но почему-то все равно эти случаи происходят, и вся ответственность ложится на гидов. Поэтому лучше очень много раз подумайте, стоит ли устраиваться в эту сферу. Гидам найти работу несложно, они очень часто меняются, то ли людям не нравится эта работа, то ли их очень быстро отлавливают, я даже не скажу, но вакансии такие существуют. Еще одна такая заметочка по поводу легальной работы. Я знаю, что можно трудоустроиться большим туроператорам, такие как Pegas или Annex, но у них существует своя система. Вы должны будете жить в общежитии, и в 11 часов у вас отбой, утром вы идете на работу. Если вы трудоустроитесь в эту компанию, то ни о каких гулянках речи выйти не может. То есть вы отработали свое время, у вас там есть буквально 8, вы закончили работу, у вас есть 3 часа, чтобы там пройтись по рыночкам или что-то, и все, возвращаетесь. То есть опаздывать в общежитии нельзя. Ночью по общежитию ходить нельзя, ничего нельзя. То есть это настолько какая-то колодия строгого режима получается, что не каждый выдерживает там работать. Естественно, имея семью, вы уже не сможете там работать. Также нелегальная работа может быть связана абсолютно также со сферой недвижимости. Обычно вы ищите клиентов и передаете этих клиентов компаниям по недвижимости, и вам дается какой-то определенный процент. Но опять же, найти клиентов, ну так уж и легко. Вам придется перерыть множество сайтов, перерыть кучу просто объявлений и вести очень долгие переписки с людьми, которые не факт, что все-таки захотят арендовать у вас квартиру. Поэтому тоже над этой сферой нужно очень много долго думать. Так же, как и продажникам экскурсий. Есть продажники экскурсии, которые сидят на улицах, вы можете заметить, когда ходите по Таиланду, что сидят русские и продают туры. Как правило, такие ребята долго не задерживаются на одном месте, если за них не отвечает их работодатели. Мы сравнивали работы на Хукете, во Вьетнаме и в Паттайе. Сказать, что какой-то огромной разницы нет. Разница только в том, что во Вьетнаме можно найти работы легально. То есть вы открываете рабочую визу и по этой визе можете работать. Но стоит учитывать тот факт, что зарплаты там будут в разы дешевле, чем в Таиланде. Но и жизнь там будет дешевле. Так, например, я смотрела, что во Вьетнаме можно найти работу официантом легально, так же, как и барменом. В то время, как здесь, в Таиланде, работать в таких сферах категорически запрещено. Что ж, надеюсь, вам понравился этот выпуск. Если так, то ставьте пальчики вверх, пишите ваши комментарии. Если я не ответила на какие-то вопросы, я обязательно отвечу в комментариях. Если у вас есть какие-то другие вопросы, личные, которые вы не нашли у нас на канале, то пишите на нашу страничку ВКонтакте. Ссылочка также будет в описании. Мы еще с вами увидимся. Так что до новых встреч. Всем пока-пока.